В случае опухоль невыявленной первичной локализации пациент 35 лет прощается с диагнозом метастаза низкодифференцированного рака в левые подмышечные лимфатические узлы из невыявленного первичного очага. Из представленной документации действительно есть подтверждение метастазов плоскоклеточного рака, причем есть пересмотр гистологический низкодифференцированный плоскоклеточный нейрогревающий рак. ПЭТ-КТ, многочисленные изменения в левой акселярной области по данным ПЭТ-КТ. С учетом того, что это было единственное видимое проявление, и для того, чтобы получить больше гистологического материала, выполняется удаление данного конгломерата с резекцией грудной мышцы, пластикой и подмышечной подключичной подлопаточной лимфоаденектомии. При гистологии, к сожалению, дополнительной информации мы не подтверждаем. Действительно, метастазы низкодифференцированного плоскоклеточного рака, по данным ИГХ, без четких признаков органной принадлежности. После этого выполняется повторное ПЭТ-КТ через два месяца, учитывая, что на тот момент больше видимых проявлений не было. В сравнении с ПЭТ-КТ от марта отмечается сохранение субпекторального лимфатического узла в динамике с уменьшением показателей метаболической активности, однако появление АЧК в подкожной клетчатке слева, то есть в том месте, где выполнялось оперативное лечение в виде лимфоаденектомии. Однако при УЗИ никаких объемных образований в этой области не видим. Видим множественные гипоэхогенные маленькие лимфатические узлы в нижней трети шеи и в области левой подключичной вены. Пациенту выполняются дополнительные методы с целью поиска возможного первичного очага, гастроскопия, поверхностный гастрит, ларингоскопия. Отмечается гиперплазия, берется биопсия, но дополнительных материалов по идентификации мы не получаем. Колоноскопия признаков опухолевого поражения также не обнаружена. Пациент обсуждается на мультидисциплинарном консилиуме и рекомендована все-таки попытка корбиопсии вот тех шейных лимфатических узлов с дополнительной иммуногистохимией. Пациенту рекомендуется химиотерапия стандартная с учетом того, что мы не получаем данных о возможной органной принадлежности, стандартное лечение в режиме паклитоксела с карбоплатином. При корбиопсии уже надключичного лимфатического узла проводится дополнительное иммуногистохимическое исследование. Иммуногистохимическое исследование заключение нулевой фенотип метастаза низкодифференцированного рака, который позволяет исключить мелацитарную, нейроэндокринную, легочную, киреоидную, плоскоклеточную, почноклеточную, желудочно-кишечную и простатическую дифференцировку опухоли. Несмотря на данное заключение, пациенту, здесь, к сожалению, просто не представлено, выполняется дополнительная УЗИ-машонки с возможной верификацией как герминогенной опухоли. После трех курсов, напомню, паклитоксела с карбоплатином при контрольном обследовании по УЗИ положительная динамика в сравнении с августом и в ноябре 2020 года заключение по данным ПТКТ в надключичных лимфатических узлах в сравнении с предыдущим ПТКТ отмечается нормализация накопления радиофармпидж-аппарата в данных лимфатических узлах. Пациенту проводятся четвертые и шестые курсы и в связи органов брюшной полости, периферических лимфатических узлов. В связи признаков опухолевых изменений не выявлено. Пациенту дополнительно выполняется рентгенография просто в связи с загруженностью аппаратуры. Опухолевых изменений не получено. К сожалению, было запланировано ПТКТ, но пациент заболевает ветреной оспой и в течение двух месяцев он болеет. После того, как он выздоравливает, по данным ПТКТ, в сравнении с исследованием от ноября, прогрессирование заболевания за счет увеличения метаболической активности и количества очагов. Выполняется, опять же, УЗИ, появляются все те же самые очаги, которые были до этого. Выполняется корбиопсия образования уже в тех мягких тканях в области первичного иссечения конгломерата лимфоузлов. Гистология, опять же, низкодифференцированный рак без возможной органопринадлежности. Сдаются дополнительные маркеры, не выявляется каких-либо признаков. Учитывая, что возможным источником и ответом на шесть курсов паклетоксовского скороплотина могла быть герминогенная дифференцировка, но герминогенную дифференцировку не получают. По данным моногистохимии, было высказано такое тоже предположение, возможным лимфопролифератином заболеваниям, но по данным моногистохимии это четко отсекается. Поэтому пациент остается с тем же самым диагнозом. Низкодифференцированный рак нулевой фенотип, без выявленной органопринадлежности. Но все-таки с учетом локализации очагов лимфатических узлов в области шеи высказывается возможное предположение наличия очага в области головы и шеи. Поэтому пациенту назначается дистанционный курс лучевой терапии на область измененных лимфатических узлов с капицитабином. Несмотря на проведение такого химиолучевого терапии, на узи мягких тканей шеи, лимфатические узлы, пациент прогрессирует. И с учетом предыдущего ответа на пакритоксел с короплатином, а также отсутствие прогрессирования на данной схеме, пациенту возобновляется лечение по схеме цисплатин-доцитоксел. Дополнительно проводился возможный поиск, выполнялся тест на наличие гуморального ответа к вирусу Штейнбара, не выявлено. Пациент получает цисплатин с доцитокселом и дополнительно выполняется тест Foundation-1. Вот хотелось бы получить, скажем так, экспертное заключение Евгения Наумовича. Наше предположение с учетом данного теста Foundation-1 по возможной тактике лечения, это все-таки рассмотрение возможности назначения иммунотерапии с учетом мутационной нагрузки в 9 мутаций на мегабазу. Дело в том, что есть исследования, которые говорят, что для пациентов с опухолем не выявленной первичной локализацией возможно вот этим уровнем для назначения ингибиторов контрольных точек иммунного ответа является меньший уровень мутации, чем зарегистрированный. Есть эти более мутации на мегабазу. Кроме того, есть возможные предположения о работе циклинозависимых ТИНАС препаратов для этого пациента. И третье предположение с учетом молодого возраста и амплификации циклинозависимых ТИНАС все-таки может быть это герминогенная дифференцировка, но это все наши рабочие гипотезы. Спасибо. Евгений Наумович. Мне как представляется? Первое, что самое важное, что здесь есть. Здесь налицо признаки так называемой хромосомной нестабильности. Посмотрите, как много генных амплификаций. Что такое генная амплификация? В норме у нас каждый ген представлен в двух копиях. Одна от папы, другая от мамы. А амплификация – это когда подобных копий больше четырех, по сути дела. То есть у нас разные лопусы геномы имеют резкое нарушение копийности. Именно это сам по себе феномен хромосомной нестабильности обеспечивает чувствительность в первую очередь препаратом платины. И действительно там на платино, содержащую схему, ответы были. Я бы что в качестве эксперимента пытался бы делать? Комбинация платино с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Сама по себе хромосомная нестабильность может приводить к чувствительности к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа. И более того, если мы берем те схемы, которые применяются, например, при раке легкого, там комбинация платино, содержащая терапия с иммунотерапией, мне кажется, в этой, в общем-то, тяжелой ситуации это было бы разумное. Второе, допустим, если по каким-то причинам, понимаете, проблему, что опухоли с хромосомной нестабильностью, они, к сожалению, адаптируются к терапии и могут восстанавливать систему репарации ДНК. Но второе по счету, я бы взял антрациклины бы рассмотрел. Они могут подействовать именно за счет хромосомной нестабильности. Чтобы я твердо не стал делать, это ингибитор энциклинозависимых киназ. Потому что, во-первых, не показана связи с амплификацией генов. И самое главное, мы не знаем, функциональная это амплификация или нет. Что такое функциональная амплификация? Когда у вас увеличение копийности гена сопровождается увеличением количества копий продукта. А вот здесь-то РНК-анализы или белковые, огромное количество подобных ситуаций, она нефункциональная. Ну и если уж совсем, грубо говоря, пытаться фантазировать, тазировать, вот там есть еще ВИГФА, это фактор роста эндотелия. Он представлен в избыточном количестве. Может быть, от отчаяния бы сделал РНК-тест, тест экспрессионный. И если действительно этот ген экспрессируется в более высоких количествах, а там можно и бебоцезумат попробовать. Я правильно помню, что его еще не было в терапии? Нет, не было. Нет, было бебоцезумат попробовать как сценарий. А может быть, примерно то же самое, что делается при раке легкого. Ингибитор иммунный, контрольные точки иммунного ответа плюс бебоцезумат, и при условии, что это есть, плюс платина. Ну, как фантазия. И может быть, там, кстати, если не бебоцезумат, можно попробовать, и можно попробовать ингибиторы ВИГФР мультикиназные, которых довольно много. Если мы всерьез относимся к этому... Но вот тут я бы не фантазировал, я бы все-таки дополнительный тест на экспрессию сделал. Иначе это получается неоправданное назначение. Мы заведомо исходим из того, что большая часть амплификаций, они не функциональны, они не сопровождаются увеличенным количеством продуктов. Спасибо. Спасибо. Евгений Нович, а вот все-таки, если фантазировать о первичном источнике, взаимосвязи с циклинзависимыми киназами молодого возраста, может ли в этой ситуации быть предположение о том, что все-таки это герминогенная дифференцировка или нет? Может, потому что, опять же, вот это характерные случаи, когда хромосомная нестабильность, вы знаете, да. Понимаете, проблема вот заключается в том, что сейчас это уже имеет вторичное значение. Понятно. Если бы мы с самого начала поставили диагноз герминогенной опухоли и лечили бы как герминогенную, ну тогда какая-то логика была. Сейчас от того, что мы поставим органную принадлежность, ничего не изменится. Поэтому я бы не стал на эту тему даже задумываться. Это просто неактуально. Это увозит нас от действительности. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Антон Владимирович. Евгений Наумович. Случай предстанно, Антон Владимирович, когда говорят, что, и несмотря на то, что пациентам, да, мы имеем возможность выполнять комплексное геномное профилирование, иногда мы получаем результаты, которые экстраполировать в жизнь достаточно сложно. Евгений Наумович нам рассказал все возможные опции. И только накопленный опыт уже, да, и прослеживание этих трудных клинических случаев позволит нам уже составить базу уже международную, уже делиться своим опытом на основании уже экстраполяции этих данных в клиническую реальную практику. Продолжение следует...